здравствуйте дорогие друзья и гости на моем канале сегодня я хотела бы вам показать видео которое давно уже снимала но все никак не выставлю не знаю куда прикрепить просто такая тема была тема идет о нашем доме рум-тур или показать наш дом я еще не хочу как-то еще не готова просто к этому она хотела там снимала видео как вообще здесь живут германии в нашем поселке живут и хотел просто показать опять села и у меня вот как сразу солнышко выходит как только я снимаю сразу солнышко выходит ну вот купили моего 2019 году и на те временем было было цены дорогие за 300 с чем-то моего 309 было он заре раваны за 315 без всяких накладных там всяких еще здесь германии плюс еще есть провизион там надо доплачивать большую еще маркерам габер но это мы не платили так как это было через ибо и крайне отца и этот дом выставили просто приват к либо крайне отца и здесь германии это знаменитая страничка и мы его купили быстро знаете это было как-то оформление быстро я была уже на высоком месяце с личка беременна и мы тогда просто просто посмотрели то третий дом который мы смотрели и мы мы с летом так давай попробуем посмотрим дом купить потому что я была беременна нужно было больше пространства мы жили в трехквартирных трехкомнатной квартире и место знали уже маловато будет мы с малышом бы справились до в той квартире но на будущее все равно пришлось бы менять ну и так домик займела идею посмотреть пару домов спросить кредит вообще возьмем мы не получим этот кредит или нет это как получает аванс банк банк или кредит по-другому как-то еще называется не помню ну вот так мы посмотрели первые два дома были новые совсем строенные и мы в небе да да два дома совсем новые мы смотрели совершенно не понравилось потому что они строят во первых что нам не понравилось это совсем маленький участок там все буквально два на два метра может вот даже четвертинка нашего нашего данного участка мы хотели уже побольше участок на тот на данный момент родители также и продавали дом и вот мы там допустим его родители продавали дом он был большой он очень большой был там где-то 200 чем-то квадратных метров плюс очень большой впереди и сзади огород был и ну участок здоровый был что нам не понравилось это было где-то полчаса от езды от ханнофера это больше в сторону бременную так межбременно моим ханнофером было бы конечно удобно к моей маме ездить ну это и каждый день поездка в ханноферше мой муж работал это было сложно так вот здесь можно спокойно на велосипеде в ханнофер съездить в центр и и все может на велосипеде делать потому что мы здесь буквально рядом с ханнофером живем и я не хотела такой здоровый дом чтобы его потом полностью путь на ноту чистить усадьбу эту за этим надо тоже следить было сложно конечно было бы сложно с двумя детьми я могла себе представить что-то такое и и поэтому мы искали такое чтобы ты мой был нормальный участок средненький такой как вот сейчас у нас но мы должны были решиться к тому что если рядом с ханнофером то приходится брать ну как повезло в тот момент пришлось взять райнхаус это рядовой дом так как близко ханноферу и ну часто хороший был дом имел много потенциалом ремонтировать мы здесь вообще ничего толком не могли они ну не сделать потому что мы за ехали здесь за две недели сразу нам сразу подтвердили мы дождались того момента когда они съехали мы здесь две недели сделали ремонт быстренько вовсю покрасили нам сделали я была беременна единственное что нам приходилось лестницу тогда шлифовать это заняло конечно чуть-чуть время три-четыре дня и ну и буквально за две недели мы сделали ремонт быстро сюда заехали ну вот я думаю что мы если мы дом тогда не купили то то честно говорю сейчас бы мы его не купили потому что этот дом сейчас поднялся на 200 тысяч где-то 500 тысяч можно за этот дом уже просить сейчас вот соседние дома поддает около 400 400 чем-то но там плюс еще надо полностью все обновлять здесь уже все обновлено плюс всякие новые террасы построены полностью новые новые камни положено третья ванная появилась у нас третья ванная комната и поэтому и поэтому смогли бы спокойно уже 500 запрашивать так как цены в германии на дом поднялись и я думаю что мы на данный момент мы не смогли бы дом купить это тогда было решение быстро давай попробуем попробуем получилось вот так просто просто повезло а тогда мы 300 тысяч четыре 309 все соседи говори бого дорого дорого да но если сейчас то еще дороже было бы поэтому нам просто повезло что мы тогда решились на это и сделали сейчас прикреплю это видео которое снимала сделал округе чуть-чуть сняла разговариваю с вами ну вот вот как то так друзья я съеду на тренировку преподаю маленьких детей у меня сегодня две группы ну и снимать там невозможно нельзя в германии нельзя детей снимать чужих ну и поэтому не снимаю на следующие дни покажу еще кое-что же из шитья ну а сегодня такое будет видео пока пока друзья хотела показать вот там сзади школа и вот район школы сейчас и такие маленькие домишки по этой стороне здесь квартиры квартиры но под этой стороны маленькие такие домишки которые тоже приятно смотреть сейчас просто люди здесь но вот здесь везде квартиры рожда к район приятненькие квартиры здесь статишье такое совершенно но и здесь по правой стороны такие домишки хорошие дома я скажу тоже ну не оплатить здесь идут маленькие райнхойзер и райнхойзер это в основном большинство здесь большие квартиры большие смотрите большой дом квартир такой атипичный немецкий дом в германии красно кирпичный такой затишье в германии здесь очень распространено райнхойзер и особенно в городской части ближе городу так как очень мало места и все в основном имеют вот такие домишки которые очень близко друг дружке стоят и построены как бы дам высоту как мы живем близко друг дружке и высоко и сейчас еще покажу свой дом здесь такой середине из красивый беленький дом стоит тоже большой детки играют вот это райнхойзер дом стоит рядом все и вот чем ближе городу все близко-близко-близко подстроено вместе есть очень красивый такой беленький двор теперь ему так вот это уже по моде сейчас все белым красить из германии за впереди идет старинный дом который нужно сохранять какой он есть его нельзя переделывать это идет фахфер хаус здесь большая площадь эта площадь принадлежит вот тому тому дому что вот эта площадь еще пустая это принадлежит сад этому дому сзади него застройка стоят простые квартиры и смотрите как близко пристроили эта площадь принадлежит вот этому домику это просто он этот хозяин этого дома не продал вот эту часть чтоб ее застроили вот посмотрите как дома близко друг дружке стоят здесь сейчас возле города города ганофера за землю вот такие кусочки клочок вот это земли очень много все соревнуются и сто процентов этот дом имел очень много предложений продать эту землю же поставить здесь второй дом очень многие покупают просто у участников такие площадки вот которые здесь большая большая площадь в середине центре города такого сейчас редко вещь потому что в основном все свою клочок земли продают на высокие цены сейчас цены на землю очень высокие и здесь строится полностью многоэтажный дом щас покажу примерно как выглядит это это старинный баунхоф называется или площадь и здесь все такое еще старенькое есть это наш поселок вот ну здесь что в центре поселка такие большие площадки друг вокруг дома это редкость сейчас очень много знаете вот так как сегодня город такой активный наш городочек поселочек то это редкость потому что воскресенье никого не видно не слышно потому что выбора все гуляют здесь вот поставили сейчас покажу новый дом сейчас здесь поставили совершенно новый дом в прошлом году закончили здесь раньше была заправка и вот смотрите сзади квартиры и сразу дом стоит вот так сейчас на данный момент здесь германии строят и вот это и одна и та же причина всегда сталкиваемся с одной и той же причиной почему мы его тоже клочок земли принадлежит этому ну баунхоф это называть как у нас фермерский двор старинный вот здесь стоит очень красивый дом он почти миллион стоит и его полностью нужно полностью полностью нужно делать как сказать делать его полностью нужно ремонт ему нужно просто смотрите какая крыша его полностью переделать надо этот дом чтобы переделать его он продается Lichthof называется и его чтоб полностью ремонтировать он очень красивый он же сел сильно вниз это Fachwerkhaus называется в Германии его нельзя так просто взять и тут очень многие надо от города иметь разрешение очень много не так легко его продать не так легко его восстановить этот дом ну рядом там сзади детский садик который мы не ходим мы ходим в другой детский садик но это домишко посмотрите какая красота вот и тоже так близко 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 все построено ну а сейчас начинается наш район где вот называются эти Райнхойзеры Райнхойзеры вот эта вся часть в которой мы живем строилась одним временем поставили очень много жилья для людей все очень вот так близко построено на три этажа видите да это раз два три это наш район это не наш дом и вот так же построено видите так же кухня туалет спальня ванна у нас и там еще одна это у нас чердачок а здесь моя рабочая здесь игральная короче вот так не могу она как рассказать получается живешь близко стенку в стенку но у наших соседей вообще не слышно и так как у нас один край вот такой пустой соседей нету у нас только с одной стороны соседи которых уже знаете вообще не слышно они уже без детей ну дети уже выросли они такие взрослые около 50 лет и живут в других живут в основном в разъезде очень много ездят в отпуск ну вот нам знаете и по цены цены тогда было хорошо на этот дом почему мы этот дом тогда купили им понравилось как вот постройка все вместе как хотели мы не хотели Райнхозер мы хотели такой полноценный дом купить но это кстати дом две квартиры в нижнем вверху квартира дом на две части разделены снизу вверху живут видите ну вот или вы же выбираете себе возможно такую что над головой вам или под под ногами у вас кто-то живет как этот выбор да потому что вот в городе полноценный дом купить это не по силы сейчас на данном простой семье средне зарабатывающие это сложно особенно вот сейчас наш дом я могу сказать мы заплатили 300 тысяч тогда и сейчас он стоит около 500 тысяч поэтому если бы мы сейчас свой дом продали мы бы выиграли потому что у нас переделки кое-какие были еще плюс и которые мы полноценно могли бы еще заработать на этом ну вот наш такой приятный район хотела рассказать про наш дом сейчас наш дом чуть-чуть с улицы покажу внутри я не хочу показывать на данный момент я считаю как-то еще не подошло время чтобы сделать рум-тур нашего дома я не чувствую себя на это готово вот смотрите вот этот район в котором мы живем все домишки одинаковые но я вам могу подтвердить и сказать что внутри все домишки разные потому что все перестраивали как-то внутри и в котором доме я уже не была у всех по-разному сделано комнаты по-разному сделаны очень-очень интересно что везде по-разному ну вот так здесь большой район вот этот который имеет вот эти маленькие домишки я считаю на Райнхозере минус у меня вот честно говоря нечем минус может когда я старая стану лестницей не захочу ходить это единственный минус вот так называется Райнхозер когда везде в основном близко к городу стоят дома очень близко друг к дружке ну вот наша улица к которой мы идем здесь у нас улица проезжая перед носом получается где можно проехать и поэтому мы можем иметь перед дверью прям машины стоять сейчас покажу вот он наш домик мусор не забрали надо опять занести вот так мы живем здесь корпортик наш на три этажа мы живем выдушка из кухни ну и здесь вон сморь вот так мы здесь скоро поставят коробку заряжать машину в этом еще висит все техника как двери открыть вот сейчас технику как двери закрыть вот так мы живем это наш сад сейчас сада пришла ну и вот хотела показать наш дом терраска над крышей слава богу у нас эта крыша есть поэтому все лежит сохнет на террасе на данный момент ну и так же идет балкончик у нас и сверху игральная комната вот здесь внизу идет келлер там все мы храним все делаем терраска такая маленькая площадочка вот так сделано у нас это все вот лишь наши соседи сегодня здесь и такие тихие они слышите ну а этих соседей мы почти не видим не слышим эти тоже в основном разъезде поэтому у нас отличные соседи для этого что мы никого не слышим никто не кричит никто не пищит и никому мы не мешаем самое главное почему мы выбрали старую хотел сказать причину почему мы выбрали старую постройку потому что большой сад потому что не застроили здесь очень близко близко пристроено все это первая причина почему мы выбрали старую постройку дома конечно есть нужно здесь кое-что менять. Но со временем все поменяем. Но зато здесь очень много простора. Не так все мелко застроено. Ну и стены все массивные. Сейчас строят дома здесь в Германии очень-очень-очень слышными. Рейгипс-платы называется. Здесь очень все так тонко построено. А здесь еще бетоновые стены. Еще каменные по-настоящему строили. Продолжение следует...